Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Номер 402. События дня. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Со 17 января 2017 года. Роман Кучма. Дорогой Игнатий Тихонович, здравствуйте. Какая разница в возрасте была у Иосифа относительно Богородицы? Благодарю вас. Игнатий Лапкин. Деве Марии при рождении младенца Иисуса было неполных 15 лет. Иосифу ее восприемнику, как пишется, 72 или чуть больше. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Давно я не имел встречи с традиционно православными. Традиционно в кавычках. Привык к общению с евангельскими православными братьями и сестрами. Иногда беседы с сектантами. Но сегодня удостоился иной встречи. Я словно бы увяз в клинче дремучего мифологического учения. Трудно передать словом впечатление. Ощутил себя на мгновение сектантом, беседующим с православным мифоверцем. А некогда ведь и я был похож такого же. Увы и увы нам. Печаль и трагизм православной веры без знания Святой Библии. И Иисус сказал им в ответ, заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьей. Когда я первый раз прочитал эти слова, которые здесь написаны, я их радужно звучал наизусть. Я понял, все заблуждения в двух причинах. Не зная Писания, не то, что Бог может все сделать. Это мне понятно было в первый день. И так стало как эпиграф. И буквально только что близкий брат словно услышал мою думу о сегодняшнем. Прислал текст сегодняшней публикации епископа Евтихия Курочкина на странице Владыки. Такого, в кавычках, возрождения духовности я в кошмарных снах не видывал. Много отпеваю и вот этот момент и раскрывает, какую духовность, в кавычках, скопил народ наш. Это епископ, говорят, это епископ. Он у нас в 13 лет был епископом. Махровое суеверие, мистицизм, жуткая смесь веры в Бога с оккультизмом. Это он отпевает которых, епископ, там, и я все это увидел в людях и в Тихии. Это плоды формулировки. Мне не нужна та вера, которую попы проповедуют. У меня вера своя, внутренняя. Это вам не пролетарии всех стран, объединяйтесь. Вмиг самосоздалась крупнейшая секта суеверов. Вот пришло к ему это сейчас. Которым обращены грустные слова Христа. Итак, смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма. Мне епископ один рассказывает. Он догадается, о ком, если будет считать это. Приходят люди, а он желает, чтобы люди это уверовали. Покрестить нам надо батюшка. Он говорит, ну у нас занятия идут, надо ходить на занятия. Будете ходить? Ну, конечно. Ну, надо Евангелие достать и дальше. А он, да где Евангелие-то? Ну, вон продается у нас в киоске-то. Пошли, деньги выложили, подошли. Ребенка крестить. Ну, я же сказал, учить будем? Так, нет, постой, ты поп крестить-то будешь или нет? Нет. А, так, так, да пошел ты на! И как раздалось под сводами храма. Я, говорит, только тогда понял, а что же я делаю-то? Кого? Ему надо сейчас помочить ребенка. Потому что дома товарищ упрекнул. Его сосед. У тебя теща-то почему не водится с ребенком-то? Говорит, с нехристем не хочу водиться. Ребенок не крещеный. Так, купай пиво. От бочонок пиво купили, и вон теперь все заготовлено. Жена нажарила пельмени, и вдруг ничего нету. Представь, его огорчение-то какое. Да пошел ты на! Это под сводами храма. Ну, а дальше-то еще три костыля в руки и пошел. Как же могут крещеные и просвещенные устраивать жаркие споры о том, что храмому в гробу нужен костыль? Костыль. Близорукому очки, курильщику с сигаретой, бабушке теплые носки. Это все ложат в гроб. Как могут христиане на Радоницу наложить на могилку еды, поставить стопку водки, пачку курева, да еще и караулить, чтобы бичи и нищенки не взяли? А если возьмут? О, тогда гневная тирада, прожженная совестью, позволяющая воровать покойников? Ну да, мол, обычай просто. И что? Если обычай, то можно, вопреки Евангелию, вместо молитвы и милостыни совершать кормление покойников? Ах, как же Горскин, герой лета Господня, Шмелева. Да знал бы Иван Шмелев, что его милый, наивный дедушка, хранитель по вере и суеверии, станет вместе с девушками, гадалками Жуковского, закваской, идеологом ренессанса суеверия подсоветской России. А я об этом кричу 54 года. Новые и новые люди у меня помощники-то в этом деле. Во всяком случае, он мог полагаться на мощное противостояние церкви. Вот и крещенские купания церковью исследованы, оценены и рекомендованы по всеместному искоренению, как это и рекомендует настольная книга священнослужителя, протеерея Сергея Булгакова, неоднократно переиздававшаяся по благословению священно-начале русско-православной церкви. Но более близка и мила массе все-таки оказалась тьма. В этом нет нового. Просто, Господи, помоги России возжаждать света Христова. А кто ищет, обязательно найдет. Так, Игла. Иоанна 9. А теперь я на это эпиграфы пишу. 9.34 Иоанна. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь, и выгнали его вон. Вот и все. Иоанна 7.48. Уверовали ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. То есть сами подвели проклятие, не научились, не порождено, а теперь его костерят там. Притча 29.1 Человек, который будучи обречаем, ожесточает вы свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. А когда говоришь, не принимает, все по-своему, значит, все. Притча 9.7 Получающий кощунника наживет себе бесславие, и обречающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Это я даю как бы эпиграфы к тому, что впереди было написано. То есть объяснение дается только такое. Давай. Иезекииль 34.5 И расселись они без пастыря, и рассеявшие, сделали спищу и всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли расселись овцы мои. И никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Ну кто виноват-то? Виноват-то кто? А здесь прямо сейчас говорится, без пастыря. Пастырь виноват это. Возмущаетесь. А кем возмущаетесь? Это вы наплодили, это так? Бились, бились, главное, против Евангелия. Через тысячу лет только перевели на русский язык. Народ-то ничего не знает. Мощи, крестные ходы, и вот проворачивает каноны, там какие-то считают, не соборы канонов, а каписты разные. Люди в Писании это не знают. Так, второе, Паралипоменон 18.16. Тогда Михей сказал, я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром. Не на войну идти, а в дом свой возвратиться. Он увидел, они бродят. Они не имеют пастыря. Почему Ахав-то так и возмутился? Да я же такой, я царь, я храняю православную веру, и вдруг никого нету. Нету, и царь пойдет в подвал Ипатинского дома и остальные дальше. Деяние 20.29.31. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Вот это необходимо знать, вот это главное. Иезекииль 34.6. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли расселись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Иоанн Затаут говорит, если одна вса погибнет по твоей небрежности, о священник, не печник, не сторож, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за это, а их миллионы гибнет, и никому не нужны. Деньги, 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 епархия только деньги гребет. Священники задыхаются, живут и в бедности, многие концы с концами не сводят. Посему, пасторик, выслушайте слово Господне. Значит, пастори, гнев-то Божий-то за рассеянных овец-то на кого-то падает? Ответ-то вот где надо искать. Иезекииль 34.6. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пасторя сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого. Каждого сектанта и еретика. И пастори мои не искали овец моих. А люди вступали в комсомол, в партию, в пионеры. И пасли пастори самих себя, а овец моих не пасли. Дай деньги, деньги, деньги за все. Добровольное пожертвование теперь. За крещение не берут, а указывают сумму, добровольно пожертвования. Лукавые, хитрые, лживые. Зато, пастори, выслушайте слово Господне. Кому обращение-то? Пасторями кого называют? Священников, епископов, патриарха. Так говорит Господь Бог, вот я на пастыре, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыре пасти самих себя, и сторону овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Вот и все. 1 Петра 5.3 Я сейчас тогда до конца письма покажу, какие есть, а потом вернемся опять к этой теме. Что делается в церкви? Почему такое язычество? Ксенон, здравствуйте, благодарю вас за идею, что вы мне сюда... За видео. А, за видео. А я бы не прочитал. За видео, что вы мне сюда переслали. Вы как будто бы знали, что мне нужно было в тот момент спаси Бога. Вот это миссия называется, когда Бог, Дух Святой подсказывает, что говорить, когда говорить, стоит ли говорить. Они этого не понимают ничего. Жанна Ермакова. Добрый день, Игнатий Тихонович. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Святой Библии места, где говорится о необходимости молитвы за усопших? Просмотрела ваш сайт, прямого вопроса такого не нашла. Откуда произошла практика молитвы за умерших в РПЦ? Спасибо огромное. Простите, с уважением, Анна. Игла. Жанна, Иоанна. Жанна это не Иоанна, это Иоанна. Это второе, другое имя. Такого места нет, не считая 2 Маковеев, 1243. Сделав же сбор по числу мужей до 2000 драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех. И поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении. То есть люди, которые были дал поклонники, погибли, ну, Маковейская говорится. Дальше. А молитва по чувству любви и что у Бога нет мертвых? Лука 20,38. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Вот по какой причине? Дальше. Хаперский. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Уже написал вам два вопроса, на которые, надеясь, еще получить ответы в событиях дня, на 14 число. Сегодня, насколько я понял, вышел ответ пока только на 10 января. Но не могу не попытаться получить у вас ответ еще на один вопрос. Буду краток, чтобы не надоедать вам. Как-то задал этот вопрос лютеранскому пастору. Он сказал, что о... Где? Что? Что о подобном никогда и не задумывался, и нужно посоветоваться ему. У меня же этот вопрос возник сразу, после того, как я услышал учение о том, что реальное тело и реальная кровь Христа преподаются в причастии. Согласно Отцам Церкви, при причастии верующие вкушают тело и пьют кровь, которую Господь имел до воскресения Своего. То есть, то тело, которое висело на кресте, и ту кровь, которая стекала с креста. Или же верующие вкушают тело и пьют кровь в том состоянии, которое они обрели после воскресения. То есть, тело и кровь, уже не подчиненные тлению. Игла у Бога все в одному дне и часе. Казуистика нужна только для приземления и самоправдания бунта мирского мудрования, дымного надмения мира. Откровение 12.11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Кровью Агнца победили. Кровью, о крови речь, когда победили? Когда не было еще и Адама, а уже кровь Христа была нетленная и вечная. Вот тебе и ответ. Это одно место, которое показывают. Еремина Ольга. Здравствуйте, Игнатий Лапкин. С поклоном к вам, грешная Ольга. У меня к вам большая просьба. Меня мучает вопрос. Я скачала, а потом прочитала книгу «От грозного до Путина», которую написал Герман Стерлигов. Вы ведь его знаете? Как относиться к этой информации? Меня больше всего смущает история Романовых. То, что они не Романовы, это понятно. Голштейн-Готрубские. Согласна. Но информация о том, что они не были расстреляны, а благополучно выехали за границу, это правда? Еще на его... Неправда, неправда, он все лжет, он лжет. Еще на его сайте выложена фотография Георга Пятого, а на самом деле Николая Второго. Так пишет Герман, что он дожил до 80 лет и ушел из жизни путем эвтаназии. А что такое эвтаназия, знаешь? Знаю, это... А? Врачи умерщвляют уже человека, когда он не в состоянии жить. Ну, отключают жизнь... Согласен на самоубийство. Ну, да. Но не всегда. Иногда человек сам не знает, он уже без сознания его отключает. То, что нам всю историю переврали, это понятно. Но неужели до такой степени? И зачем православили во святых, если это правда? Что до Германа Стерлигова никто из историков не знал. Не знал, что они выехали. Выехали за границу, старь семейство своим. А если он говорит ложь, то почему никто не возражает? Как не возражает? Я с первого дня говорю, я один раз, только я увидел, услышал, понял, лжец. Разрушитель, другого имени ему нет. И календарь у нас неправильный. И об этом никто не возражает. Отношение к нему такое, как будто он поврежденный. И поэтому не стоит на его учебнике и на его высказывания обращать внимание. Именно так. Он бесноватый. Самый настоящий. Вы тоже считаете, что он поврежденный? Или он все-таки говорит правду? Христос сказал нам, ищите и обрящите. И мне эта вся история не дает покоя. Я хочу знать правду. Герман прав. Ваше мнение для меня важно, ибо вы очень хорошо знаете Библию. А значит, вам можно доверять. Еще один вопрос. Можно ли ходить на службу поминающей патриарха Кирилла? Можно. Герман говорит, что он не патриарх. И в московской патриархии это не церковь. В церкви нигде нету. Церковь только где-то у него в подполе, там дома один епископ сидит. Больше нигде нету. Он как сатана, спадший с неба. Все еретики. А мы, значит, крестились у еретиков. Во, Ишка. Он разрушает все в людях. У меня в голове это не вмещается. Ну, не разобравшись с этим, как дальше жить. Ну, вот Иш, уже он посеял. Уже черную занозу воткнул в мозги ей. Куда ходить молиться? Может, вообще никуда? Вот Ишка к чему привел. Он разрушитель. Он на его совести страшно, сколько повисло. Дома молиться по мирскому чину для тех, кто не может быть в храме? И спросить мне больше некого. Никто даже слушать этого не хочет. Пальцем у виска крутит, глядя на меня. Напишите мне свое мнение. Можете право? Да, зря, считаю, Германа Стерлигова. Боже вам благословение. Тебя, сожги. Сожги в печке. Вы мои руки святой водой. От этой мерзости. Божьем благословении на все ваши дела и намерения. Меня простите и вразумите с Богом. Я отвечаю на это. Стерлигов Герман, пустейший враль и разрушитель. Владимир Соловьев. Как Владимир Соловьев говорит, пустейший враль. Эрнест Аронана, он говорит, когда пишет против Христа. У него все гнилье и на грабеже слизь. Плюньте, отойдите, как от искусителей наглеца. Вот это место откройте. Это наш форум. У Германа все по-крупному. И воровство, и ложь. Серахов, 21-25. Лучший вор, нежели постоянно говорящий ложь. Но оба они наследуют погибель. Вот это его богатство, миллиарды там, что он есть и проще. Откуда они у него? Алиса. Он обобрал людей скольких. А теперь бежал вором, они прихлопнули. Он очень хитрый. Тут чуть не так. Раз, все, он же в Карабахе. Маленько утихло, он вернулся. Есть особые избранники сатаны с особой харизмой обольщения. Вокруг их головы дымящийся черно-фиолетовый нимб избранничества на обольщение и погибель людей. Вот есть такие люди. И что бы они ни говорили, везде выпирают рога их хозяина, лжи против церкви, против Духа Божия. Одни делают эксперимент, воплотив в жизнь свои идеи лжика Гитлер и Ленин. А другие, рожденные в иной эпохе, могут просто обирать людей и обильно пудрить им мозги. Они невоздержаны, хульны, трусливы и обольстительны для невоздержанных, для нерожденных свыше. Вот здесь все это выставляется постоянно, как у лисы хвост, а лисы. И только уж совсем далекие от общения с Богом могут верить ему. А он, расставшись с ними, как пишет Лев Толстой про дьявола, обхватив свой живот, откинувшись назад, хохочет над армией лохов, раздинувших рот от удивления на его богатство и наглость. Исайя 28,8 Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, не чистого места. Другого застолья у них и не может быть. И приубеждать эту толпу, плетущуюся вслед его, абсолютно бесполезно. Дух лыжи обезглавил их разум и совесть. Вот мой ответ. Я как раз на форуме это выставил. Иван Жарковский. Ссылка. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Если у вас будет время и вам интересно, то может все же поставите в события дня критический разбор этой протестантской статьи. Вот я должен читать статьи, сидите. Да зачем мне это нужно? Здесь якобы протестант ссылается на отцов церкви. Отцов всегда пишите с маленькой. Отец Большой Буха только один отец. Небесный отец. Что рукоположение это выдумка. Выдумка. Павел говорит 14.23 Диане Апостолов. Пишет 1.5 КТИТУ. Это все выдумка. Я просто видел, что вы ютубовские видео иногда разбираете критически. Было бы всем полезно. На нее многие протестанты ссылаются. Якобы все со ссылкой. Ничего нету. Я отвечаю. На нашем сайте. Вот здесь вот. Посмотрите. Где папки возьмите. Священство и церковь. Дан полный ответ. А еретиков не слушайте. Разных лютеран и прочих последователей Дофана, Корея и Аверона. Числа. 16 глава. Так. Титу 3.10. Еретика после первого и второго разумления отвращайся. Зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Все. Это вот им ответ. Ответ по полной программе. И теперь дальше, как и пископ там и в тихий о чем говорит, хочу показать, откуда взято, прочитать этот материал. Очень большой. Давай. Его надо прочитать. Целиком весь. Хорошо. Священник Тимофей Алферов. Православие или язычество? Письмо священнику Московской Патриархии. К истинному православию. Страница 434. Так. Так. Многими и разнообразными путями ищет Господь спасения человека. Каждая душе подбирает подход, даже к той, которая и вовсе пока не касается предметов религиозных. Если душа еще не совсем умерла, может и ее коснуться благодать Божия, и ее может воззвать Господь из бездны погибели. Ничего из того, что с нами случается, случайным быть не может. Все ведомо Господу. Все попущено им. С маленькой буквы. Перст Божий виден везде. Но из этого простого и очевидного рассуждения мы часто склонны делать неправильные выводы, подкрепляя их известной фразой Тертулиана. Душа человека по природе христианка. Мы уже считаем, что всякий, вводимый промыслом Божиим, возле храма человек, уже христианин, притом православный. Хотя и запущенный в плане религиозно-церковного воспитания. Запущенная тряпка. Не столь уж страшна была бы такая ошибка, если бы не делали мы из нее практический вывод о вседоступности и вседозволенности церковных тазов. Вот это, чаще исповедуйся, чаще причащайся. Я сколько лет об этом кричу? Полвека. Да где это видно? Все каноны говорят, не допускать, если согрешил. Годы, большие годы. Есть такие, что отлучают на 30 лет. Григория Некосиарисского. Всем можно креститься, всем крещеным причаститься и сподобиться христианского погребения. А почему бы и нет? Почему не должно быть так? Не должно. Возникают вопросы. Но давайте посмотрим, какую религию исповедуют на самом деле те души, которые у нас, кавычки, христианки, только по природе. Которые вращаются в православных храмах и вокруг них. Ох, здорово. В храмах вращаются. Какая вера у них? Слушайте внимательно. Там буди их. Намерто уже уснули. Посмотри. По опросам... Сестры. Ну давай дальше. По опросам общественного мнения, три четверти населения России исповедуют себя православными. Хотя только половина из них может твердо исповедать веру в существование Бога. Что Бог есть, только половина из этих. Ну и эта половина, в какого Бога верит, какого его исповедуют. Как его? Душа наша христианка по природе. Но по какой природе? Как и будет кислородной подушки, так и душа, естественного падшего человека нуждается в божественном откровении, особым божественном явлении для себя. А иначе она умирает более или менее быстро. Доказательством тому служит история всех народов земли, постеменно забывавших Бога, единого и впадавших в разного рода язычество. Потому язычество и следует со всей честностью именовать натуральной, естественной религией падшей души. Вы сейчас видите, большая опасность, вот это сейчас родноверие, там то другое. Да это естественно. Еще увидели-то, но нового-то ничего не было. Как могли забыть Бога люди, да потопные, когда еще седьмое колено после Адама могло беседовать с самим праотцом, узнавая от него все подробности жизни в раю и изгонания из него? То есть от Адама 1656 лет прошло. Эти самые люди со своими детьми и внуками, а также с еще живыми дедами и прадедами настолько забыли Бога, что ничего духовного уже не признает в них Господь и истребляет их потопом. Как могли забыть Бога, но его потомки в пятом-шестом поколении? Как могли они, сохранив до наших дней память о потопе, о Эдеме, о Древе и о Змеи-губителе, ухитриться при этом, не сохранить веру в единого Бога и служение Ему? Очень сильные вопросы ставят. Да что язычники, как мог Израиль, получив по откровению не только знания в подробностях истории человечества, но и закон служения Богу истинному, столько раз изменять Ему? И это не в пяти-шести, а в одном поколении. Сорок дней еще не прошло, как последователи Бога сущего торопились, в кавычках, скинуться на изготовление золотого тельца. И какая речь у него хорошая? Откуда же такое упорное и страшное мрачение? Не зов ли это природой человеческой, но только не первозданной, а падшей, убитой грехом? Задумаемся теперь, что роднит все языческие религии? Почему язычество – религия натуральная? Да. Ответ таков. Любое язычество, а опытно, знает о наличии некоторых сверхфизических сил в природе, о влиянии на жизнь некоторых духовных факторов. Носителем которых может быть и сам человек. И в этом знании оно замыкается, стремясь при помощи его обустроить свою жизнь на земле. И вот общение с махатмами о том, что есть Беловодья, Шамбала, одинаково Гикер посылал, и эти своего Блюмкина и Якова посылали коммунисты и фашисты, одинаково искали связи через пещеры проникнуть к иным, которые дадут им чертежи. Язычество впускает в природу и в свою жизнь весь безразборный мир духовный. И в этом объединенном духовно-физическом мире налаживает свое существование. Получается, религия без начала и конца. Без начала, потому что до мысли о творце и вседержителе язычество не восходит без конца. Потому что смысла человеческой жизни, бесконечного восхождения к своему творцу, оно не видит. Равно не видит ограниченности и смысла всей мировой истории. Вот они, язычники, какой-то обруч на голову надели, костер разожгли, прыгать, все, дальше ничего нет. Религиозный опыт язычества в откровении, творца о самом себе и о целях творения и промышления вовсе не нуждается. Язычество – это религиозное искание души, не выходящее за рамки самой себя, своей ограниченной, да к тому же и падшей природы. Потому-то оно, во-первых, естественно и притягательно для падшего человека, а во-вторых, оно смертоносно. Вот язычество, философия, все, что там есть, смертоносно. Ведь Бог, Творец, Промыслитель, Искупитель и Освятитель человека есть на самом деле. А если он есть, то все, что построено помимо него и вопреки ему, обречено на смерть. Вот это Константин Петров проповедовал об этом, об этом говорит Твердохлебов, пожалуйста, Левашов. Вот вся эта мерзость на этом и есть. Язычество не есть обязательно многобожие. Любое язычество, поскольку оно есть отступление от единобожия, по старой памяти знает, что все его божества размножились из единого начала, которое непредставимо, неизобразимо, а потому совершенно неинтересно для язычника. То есть какая-то маленькая молекула была, потом был взрыв и получились все эти космические тела из одной точки. И в это верят. Неинтересно язычнику и загробная жизнь, хотя почти все язычники о ней имеют представление. Но никто из них не способен возвыситься о ней мыслью настолько, чтобы оторвать представление о ней от земных предметов. Язычник считает, что загробом жизнь такая же, как на земле, с теми же потребностями, с той же тленностью, с теми же удовольствиями, только в большей мере. Только об этом епископ Петихий и говорит, там трубку положить с собой, костыли, бабушке носки положить, чтобы ноги не мерзли. Некоторые же представляют загробное состояние по типу индусской нирваны. Или как-то еще. Важно, что в целом языческая религия, языческий культ, языческо-религиозное стремление по загробным местам почти не бродит, а занимается делами земными. И в этом же секрет притягательности язычества. Вот так. Отметим, что и культ языческий допускает самое широкое разнообразие. Какие угодно боги, какие угодно идолы, какие угодно обряды, даже какие угодно священные книги. Языческое сознание одного народа легко может принять идолокультовую систему другого, с сохранением собственной или переделкой ее до полного исчезновения. Таким образом, язычество по внешним выражениям и философским системам в каких-то рамках универсально. А теперь отсюда посмотрим на наше натуральное православие. Вот это самое главное. Узнали язычество, а теперь дальше посмотрим. Можно ли его оязычить? Можно. Вспомним одного из героев Лескова, недавно крещенного язычника инородца. Кавычки открыты. Я верую, Троица Бог, и Богородица Бог, и Солнце Бог, и Никола Бог. В сознании язычника легко можно заменить главного бога Перуна на Троицу, а в пантеон включить святых вместе со старыми или даже вместо старых богов. Небесная иерархия, небесная церковь может быть превращена в языческий пантеон, если мы потеряем истинное понятие о едином сверхчувственном Творце. Подобно и икона легко может стать идолом, если забыть при почитании ее о восхождении на первообразное. Не умеющие возвыситься до этой мысли иконоборцы сделали по-своему логичный вывод. Конечно, икона сама по себе остается иконою, но почитание ее может превратиться в выдало поклонство. Даже Евхаристия, если из нее изъять невидимое содержание ее, превращается, страшно сказать, шаманство и колдовство. Понимаете, вот он договаривается, это именно так и есть, но сказать это страшно. Для людей это именно так, она стоит, ничего не понимает, она что-то совершается, непонятные слова, выходит, гремит, еще эти козелы по гремушке там сделали, как кандалы какие-то на людях. Именно так и оценивали ее те, кто не способен был возвыситься до ее невидимого содержания. Лев толстой и ему подобные. Конечно, священнодействованные в истинной к церкви святые тайны остаются самими собою. Даже если над ними смеется Лев толстой, но в его восприятии они уже становятся чем-то языческим. А если человек причащается только для здоровья и благополучия, в его восприятии чем они станут? Вот сегодня в православии это чаще исповедуйся, чаще причащайся. Самое настоящее язычество. Вообще православие путают с язычеством и язычники, и иудеи, все те, кто не восходит умом и сердцем первообразному, а видят перед глазами только чувственные образы. Так, например, в одной политической программе националистической языческой партии сказано о борьбе с христианством и о поддержке православия. Ну я зашел в краевую администрацию, заместитель губернатора, книжку показывает, я говорю, как, о, мы за православие, но против христианства. Прямо так, в одну строчку. Но на самом деле казуса нет. Просто язычник не видит за нашим православием христианство. Вот и все. А видит просто иную систему языческого культа, иной пантеон, достаточно традиционный для этого народа. Я говорю, а как партия называется? Державная. Державная. Государство, чтобы сильное было. Ну, конечно, во голове всего поставить Зюганова, ну, помощникам его кого-то еще там, язычника избрать Твердохлебова. Остальные это уже по примеру. Вот и задумаемся. А не подали мы сами язычникам повода оценить нашу православную веру именно так? Именно так. Вот впереди читали эпиграфы-то. Рассеялись. Господь говорит, пастырь, с вас заищу за это. Посмотрите, как это просто вынуть из православия невидимый стержень, в котором вся суть. Вынуть из него живое богообщение, вынуть Христа, через которого оно совершается. Изгнать Духа Святого, в котором оно совершается. Еще останется. И Герман-то Стерликов-то остается, больше ничего и не надо. Он все это изъял, у него нет понятия, нет церкви, нет на земле. Библия переведена неправильно. Это обольститель, сатана. Останется одна из вариаций языческого культа. Останется та натуральная религия, которая привержена, не побоимся поглядеть правде в глаза, огромное большинство того населения, которое наполняет наши православные храмы. То есть язычники, язычники. И когда тут один миссионер, называющий себя миссионером, там отдел, он назвал их Б, женщины стоят там, которые одиночно, она нажала мужа. Как на него поднялся архиерей? Его сразу скинули оттуда. Язычнику нужны обряды. Язычнику нужны некие, не особо обременительные жертвоприношения. Язычнику нужен успех на земле. Язычнику нужно здоровье. Язычнику нужна страховка на случай возможных неприятностей, возможной загробной жизни. Богообщение, обожение всей своей природы, соединение с Богом по благодати ему не нужно. Он отмахивается от этого, как от чего-то для него слишком недоступного и заумного. Не узнаете ли, дорогой сапастырь, знакомого портрета тех, кто сотнями проходит перед вами? А там он пишет письмо священнику московской патриархии. Не узнаем ли мы все с вами, братья и сестры, своей собственной духовной физиономии? Ага, не лица, а физиономия. Уберите из Евхаристии Христа вкушение каких-то жертв, давно известно язычникам. Уберите ум и сердце, и из Иисусовой молитвы вы получите языческую мантру. Перестаньте понимать смысл и содержание богослужения, ваша душа окажется тотчас на языческом маскараде. Хотя бы тело оставалось в храме Божьем. И главное, против службы не были безбожники. Божьем, разрешили, открыто было. И сейчас, смотри, президент стоит креститься. Но теперь оставь его на проповедь. Почему он не идет там, где звучит проповедь? Пусть он хоть раз на маловузовскую 3 зайдет. Скажите только, что шестидневное творение это миллионы лет прогрессивного развития. Можете идти в языческий ариопак, философов-космогонистов. Вы будете там свой среди своих. Ведь ни одна языческая космогония не обходилась без эволюционного прогрессивного принципа. Космогония, ну интересно как считать. Может космогония? Космогон, ну гонят, король. Ну понятно. Где нет богообщения, там нет и таинства. Там просто пока не во всем ясны духовные приемы вхождения в потусторонний мир. Вот Петр Мещеринов об этом говорит. Об этом. Птичий язык. Белый магизм. А так кто говорит? Настоятель монастыря Данилова в Москве. Петр Мещеринов, запомните. Много об этом говорит сейчас. Да еще есть такие, уж не буду называть их. Масленников там Сергей Михайлович. Уберите из христианства таинство. Таинство веры в сверхрациональное творение. Таинство искупления страданием воплотившегося Бога. Таинство его тела и крови. Таинство воскресения и израстления. Уберите тайну и что останется? А его там нет, никто не понимает ничего. И поэтому люди-то дальше понимают именно вот так, о чем говорит. Обычная. Обычная, не фанатичная, спокойная религия. Ни в какой рай, конечно, ни в хайводящий. Религия вполне языческая. Это вот говорит он священнику московской патриархии. Это именно так и есть. От этой религии до атеизма гораздо ближе, чем до христианства. Все видимое в такой религии легко получать языческое переосмысление. Вот у нас есть материал, здесь написано. Григорий Петров, который, слава Богу, за все написал, который в тюрьме, когда был в лагере. Вот он до революции еще писал письмо митрополиту Антонию, что нету царства Божия, строится царство попов и монахов. Иконы превращаются в выдолы, крестики в амулеты, свечи в жертвы, молитвы в заклинания, особенно если они непонятны, храмы в капище, попы в жрецов. Это вот то, что людям как это видится, во что превратили православную церковь. И так далее. Разве это фантастика? Разве сложно так переосмыслить? Слава Иисусу Христу! Разве сложно так переосмыслить и в буквальном смысле опоганить свое православие? Поганы – значит с латинского языческий. И у язычников есть мистерии посвящения, брачные, погребальные церемонии, есть и примитивные религиозные ощущения, есть даже пророчества и исцеления. И оракулы есть, так что и таинством христианским, и духовничеству, и старчеству найдутся поганые двойники. Только нет в язычестве введения падшей грехом человеческой природы, нет промыслителя, всеведущего и вездесущего, обман божеств человеком, дело техники. Нет искупителя, нет судьи, нет вечного блаженства и его предвосхищения на земле. Если этого нет и в нашем сердце, то старая бабушка, всю жизнь изредка ходившая в храм, читавшая дома две-три запомнившихся молитвы, иногда соблюдавшая посты, иногда причащавшаяся, знающая некоторые свои грехи, позвала перед смертью священника. Может ли священник узнать не судьбу, конечно, ее в вечности, хотя бы ее религиозную принадлежность? То есть, спросите батюшка эту бабушку, после того, как все это она уже вам рассказала, чего она хочет причаститься, что ей дал изображенный на вашем наперстном кресте, и что ждет нас после смерти. Почти наверняка вы так озадачите бедную, что вам очень ясно станет, какой же она на самом деле вера. Только будьте честны, хотя перед самим собою. То есть, как сказать, да мы даже довели до этого. Народ невежественный, темный, вот о мироточении икон, Иоанна Экономца говорит, Павел Флоренский, так вы же разлюбезно довели до этого. Впрочем, возможен и исключительный правильный ответ в таком случае. Исключение это лишь подтвердит общее правило. Подобно можно и пришедшего на крестины попытаться расспросить, что он от этого ищет, чего он от этого хочет. После первичного оглашения, после привыкания приведшего к храму, пришедшего к храму, можно повторить эти вопросы. Жизнь вселяется в душу каким-то скачком. Дух пробуждается как-то внезапно, благодать посещает вдруг. Таково-то и надействие Бога, создавшего мир скоро и внезапно за шесть дней. Каждую тварь, созидавшего мгновенным повелением, вдохнувшего в дух в жизни водомого тела сразу и имеющего воскресить растленную персть во мгновение ока при последней трубе. Каждое утро мы просыпаемся вдруг. Душа покидает тело в какой-то момент. Большие действия Божьи внезапны и катастрофичны. Бог наш есть не есть Бог эволюции. И духовные роды пришедшего креститься могут состояться или не состояться. Затянуться на несколько лет они не могут. Я, допустим, указываю день, час, минуты, когда я обратился к Богу. Другие спрашивают, они не могут показать, когда он обратился. Он проспал всю жизнь. Не было обращения, не было рождения свыше. Я не могу, я вот постепенно рождался, рождался, 40 лет рождался. Затянуться может его чревоношение в притворе глашеных. Будет постепенным и его духовный рост после рождения. Но само рождение не пройдет ни мимо него, ни мимо внимательного пастора. Если он христианин, то будет обязательно эта искра Божья. Ведь не наше это слово. Она мелькнет, озарит душу и не пропадет. Мы знаем это опытом и верим, что так и бывает. Но гораздо чаще искры нет и нет. Идет катехизация, идет духовное чревоношение. Человек вкладывает в память религиозную систему, начинающуюся от троица. А в сердце пусто и холодно. Вот это отец Арсений, в книге там написано, исповедь не пошла. Исповедь не идет. Вот, в хорошем случае он потрудится сам, помолится, походит в храм. Но ведь все это могут и язычники. Все это хорошо, но этого мало. И чем это окончается? Чаще всего духовным мертворождением. Крестили человека, он сразу расслабился. Впрочем, в хорошем случае он еще заглядывает в храм, совершает какие-то обряды, приступает вроде бы к таинствам. Христианин он или язычник? Замолчи. Да откуда ты знаешь чужую душу? Это он ему как бы, ему отвечают так. Да замолчи, откуда ты знаешь чужую душу? В этом месте явно не выдержат и справедливо отдернут нас со пастыри. Хорошо, не знаю, не сужу. От чаши не отгоняю. Но неужели же вы, братья, не видели искры Божьей в человеке? Неужели не знаете, как она теплится в тех, кто живы? Те, кто не тепло-хладны? Ну, он говорит, был бы ты горячий или холодный, они не отличают и не видят. Неужели, наблюдая человека 10 лет, не можете сказать о нем, мертвый он или живой? А если можем мы, в общем, кое-как со множеством оговорок это оценить, то кто же суть большинства из тех, кого мы крестим? Какой религии держится большинство из тех, кого мы отпеваем? Разве мы не знаем, разве мы не ощущали никогда, что такое отпевание христианина? Разве мы хотя бы раз в жизни не отпевали христианина? И разве нам не с чем сравнивать? Ой, если бы мы не знали христиан вообще, если бы мы ни разу в жизни живьем их не видели, все было бы неясно. Но извинительно, как страшны эти размышления, если мы в них будем честны. Конфессионально определиться к приходящему в храм легко. Несколько оглашений, и он знает, что он православный. Насколько тяжелее определиться религиозно. Христианин я или язычник, а может быть иудей, по внутреннему человеку? Кого же мы крестим, венчаем, причащаем, отпеваем? Вот это вот отговоривые батюшки стоят, говорят, ну ты посмотри, кто перед тобой-то. Возможно ли, перестав обслуживать религиозную тьму и заблуждение языческих масс, начать соседать Церковь Христову? Церковь православную, основанную Господом не для укрепления обмана и самообмана, а для приведения душ к богообщению, к соцарствованию со Христом, к такому положению на последнем суде, чтобы они вместе со всеми святыми судили мир. Возможно ли это? Здесь мы снова ждем обоснованные выражения. В церкви, мол, за всю ее историю, по крайней мере, после Константиновскую, тайный язычник обосновался крепко, если не сказать преобладал. Мы лично с такой оценкой не соглашаемся, но аргументов не подберем и бесполезность спорой видим. Конечно, очень часто в большинстве случаев мы не видим чужую душу, постараемся возвестить ей истину христианства, его отличие от язычества, затратим свои слова, свои молитвы на этого человека. Это мы можем сделать. Искру Божию мы в него повложить не можем, равно и не сумеем в большинстве случаев понять, вложил ли ее сам Господь в эту душу. Любое крещение идет с риском, что родится не христианин, а язычник. Любое отпевание идет с риском, что он может представлять ту потеку для демонов, которую видел блаженный Андрей Цареградский на похоронах одного богача. Любое причащение человека идет с тем же риском, что принятая святыня не оросит, а опалит. Вот это Макарий Александрийский. Люди с причастием, с причастием. Он видит, как демоны в рот вместо причастия толкают уголь. 19 января, прочитайте. Макарий Александрийский, не египетский. Такой риск всегда есть, и мы на него идем. Но мы должны идти на него оправданно. Если нам говорят, что во времена Златоуста тайных язычников, носящих кресты, было большинство, мы не верим, но возражаем по-другому. Простите, тогда был сам Златоуст. Были Олимпиада, Тигри и Евтропия и другие. Были те, кто крестились в Великую Субботу одновременно и освященные святителем водой и собственной кровью, когда в крестильне бесчинствовали гонители святителя. Неужели же не трудно такое крещение, которое изобилует и преизобилует благодатью? Пусть Златоуст во святителях был один, а он был не один. Пусть у него было несколько присвитеров и дьяконов, и несколько сотен паств, а против него десятки тысяч крещённых язычников по духу, в том числе даже им самим крещённых. Здесь нет вопроса, где церковь Христова, жива ли она, не растворяется ли она в языческом море. Спасает ли она? Спасает ли она? Не растворяется ли она в языческом море? Ответ нам всё это совершенно ясен. Да, нужно было Златоусту крестить такой народ с принятыми оглашениями и отречениями. Всё как положено. Нужно было идти на такой риск. Златоуст не воспитывал народ тайных язычников, не покровительствовал им. Да не будет. За что и пострадал сам. Вот у нас так же готовим человека от трёх до пяти лет к оглашению. Сколько работы? Покрестились. И смотришь, один ушёл, второй, третий и ушёл куда? Потому что мы сказали, патриархия и спасение. Там можно благодать получить. И они туда идут, а ими вот никто не занимается. Всё, они пропали. Встречаем совершенно безбожники. Лютыми врагами делаются. А что же мы теперь? И мы готовы рискнуть благодатью. Коль скоро без этого нельзя. Но покажите нам благие плоды этого риска. Покажите крещённого нами христианина, пока не святого, пока грешного, но всё-таки кающегося, падающего, но встающего, который припадал бы к стопам Христовым и вымаливал прощение, который бы из нищеты духа своего молил бы о царстве и не земном, а небесном. Покажите, как его таковым всё делает наше священнослужение. Может ли обрестись такой человек там, где провозглашена общность радостей с безбожным миром, где навоплощена даже в жизнь, где самое главное сделать всё, чтобы люди могли причащаться? Где вообще никто не задумывается над вопросом, во что и как веруют наши же прихожане? Христиане они или кто? Оправдан ли риск такого треба от правительства там, где даже идеал нравственного состояния, которому должны приводить священные таинства, не начертан и не ясен? Там, где от епископа и до мирянина, все убеждены, ни от какой требы хуже не будет. Вот это вот мы приходили в храм, стояли, смотрели, что сделать и понимали, ничего не сделать, только запереть на замок и начинать в ограде церковной висей работы и месяца через три первого человека запускать. Может ли душа, падшая природа которой слишком хорошо известна, стать тем, чем она должна быть по первозданной природе, если её к этому не ведут, не направляют, не подталкивают? Где все рады удовлетвориться простой констатацией? Душа по природе христианка. Христианка? Да. Да что говорить, если до Константиновой империи христиан было не более десятой части, то может ли в таком блудилище духовном, как современное общественное сознание, быть хотя бы столько же христиан, как тогда? Ну, патриарх Кирилл сейчас и говорит, вот 80% христиан, но где они в храмах-то, где эти миллионы? Сложные и трудные вопросы. Кому и как можно преподавать таинство? Вопросы, стоящие каждый раз в конкретной обстановке. В зарубежной русской церкви они становятся периодически... Ставятся? А, ставятся. Периодически и уже очень давно. Ну, я казался, что ничем не отличается. То вот отсюда и объединение. Я им давно говорил, вы ничем не отличаетесь. А раз не отличаетесь, и зачем это разделение? Наши архиереи, хотя не в силах дать какие-то рецепты на все случаи жизни, а это невозможно, да и не нужно, все-таки не теряют из виду ту деталь, цель, с которой Христос основал на земле свою церковь. Не обеспечение развития натуральной религии, а возведение к религии таинственной и откровенной, начало которой безначальный и собезначальный и сопресносущный, а конец обитель Троиединого в человеке и обитель, не ветшающая человеку в царстве Троиединого. В этом нам всегда помогает наше положение едва терпимого или прямо гонимого меньшинства в обществе натуральной религии, всегда взаимно сознаваемая разность радости с ним. Только бы нам самим быть христовыми, и тогда христиане мимо нас не пройдут, а в том, что язычники пройдут мимо, нашей вины будет немного. Слава Богу, что мы теперь не за границей и не в подвалах. Нам подходят, на нас смотрят и делают выбор. Это я сделал совсем небольшой отрывок. Вот теперь показать, что у нас есть. Это вот эти, где в шапке. Это мой мир. Ну, тут вверху указано. Я не вижу, где. Как-то хлопнуло оно. Отошло. Вот. К истине два воздействия. Вот это почта. На почту можно заходить. Переношу сюда разные наши ролики, которые на Ютубе. Вот форум наш. Прорываются все время роботы. Вот сегодня около десяти, наверное, прошло. Вчера штук тридцать. Как вот прорва какая. Как избавиться, пока не знаем. Они внезапно начинают флут. Один робот, сразу десять вот здесь вот новые. А что это? Абракадабра разная. Кто знает, помогите. Как от них избавиться. Дальше. Ну, это вот у нас видеоканал. Видеоканал. Вот еще новые ролики поставили здесь. Ну, что тут? Пока говорили, что появилось. Я открою, но непонятно. Дальше. Так. В пользу Вика Виктория говорит комментарий. Надень колпачок, говорит. А что с бородой трясет над котлом? А на бороду? Натяни колпачок. А, подчерк. Это кто-то. Бабарада. С бороды волосы не сыплются. Это про щешей, они не выпадают. Почему? У старого человека голова лысая, это показывает. А здесь они не выпадают. Нету. Это совет делают. Вот так. Ну, ладно. Ну, и дальше у нас есть во свете Библии. Как? Уже около часа есть, наверное? 55. А? 55 минут. 55 минут. Маленечко сейчас заглянем. Чуть-чуть. Показать. Вот самое ценное в нашем во свете Библии сайт. Рот прикрывай, когда подзываешь. Православный библейский сайт. Ну, мы сейчас начали смотреть церковь. Где-то вопросы здесь вот будут. Я их отдельно вынес. Посмотри, где здесь вопросы. Погляди, где. Вопросы. Ну-ка. Библию. Вот это нет. Нет, другое еще. Отдельно. Именно не папка, а отдельно. Вопросы. Ну, по ним мы шли, вчера оставили. Не я, не давать. Ну, может быть, не так называется. Вот они, вопросы. Вопросы. Вопрос, значит, какой у нас сейчас страница 38-я. Ну, наверное, нет, ее не взять, она не отобразится. Ну. А может быть, отобразится? Нет. Нет, она не может показать. Страница 38-я. Ну, вручную надо? Или еще тут выдать это? Вопрос 120. А, вот она где. Вот это можно взять. Вопрос 120. О. Вот она где. Считаем. Вопрос 120. Так. Расскажите, пожалуйста, о ваших последних встречах с медицинским епископом Алтайским Антонием. Антонием. Масендич. И со старообрядческим епископом Силуяна. Силуяна Килин. Ответ. Считаю, что встречи были неплохие, но сравнивать одну и другую не приходится. Епископ Антонием открытый. Высказывается о жалении о том, что у него творится в епархии. Когда я пожелал задать ему вопросы под запись, он тут же взял в руки моему микрофон и стал отвечать. Это Антоний. Он 41 год умер, говорят, отравили его. Со старообрядческим это исключено. У епископа Антония при разговоре о делах в епархии очень искренне звучала печаль о духовном состоянии епархии. После него было до Дмитрия Максима, и сейчас Ивань, как митрополит Сергий. С этим полное единение. Просто Господь нас благословил этим митрополитом. Когда я спросил его, почему же он не принимает никаких мер по отношению священников, которые совершенно не учат народ, он ответил. Я их посылаю в народ, а они воруют. Я их куда посылает? А, на приход. Ну что ты балуешься-то? Так, когда он был у меня на дому, а в другой раз мы вместе ехали в его машине, он всегда приглашал меня к себе, чтобы открыть курсы для священников и учить их, говоря, у меня нет ни одного миссионера. Прямо приглашал. Он не оставил никаких условий, просто просил помощи, разговаривал на равных. Видите как. Старообрядческий же всегда колол неконьянством, своим превозношением, набивался на титул непоговорящих, решимого. Почему-то всегда и в эту встречу мне было очень жаль Антония. И хотелось еще с ним встретиться. Он провожал до дверей и неоднократно благословлял. Старообрядческий же Силуан просто топтал меня, издевался надо мной даже у меня на дому. Если Антоний с радостью сел за стол, за прекрасно приготовленный Надеждой Васильевны рыбный пирог, ибо она в этом великая искусница, то Силуан сразу наставил ультиматум. За стол без молитвы нельзя, а молиться в наши иконы запрещено. И при том садиться за мной за стол нельзя, чтобы не оскверниться. Это представьте, у меня дома, он вот так, выкаблучивает начал. Тогда я решил немного побрить его и осадил, кавычка ты-то, чего уж куражится. Я бы икону принес старообрядческую, за стол не сажусь, а он еще дальше. Тогда я ему и сказал. Чего уж куражится то, нужда заставит на полу возле помойного ведра будешь просить у меня есть эти же пироги. Он как-то сразу обмяк и спокойно сказал, ну тогда уж куда деваться, если большая нужда. Какой молодец. Значит и под этой метровой толщиной Поповской Рогоши есть что-то живое. То ли в сердце, то ли в утробе. И еще добавлю, что после этой встречи он был в Австралии. И там же был наш епископ Евтихий Курочкин. И они были приглашены в один дом, за одним столом ели блины. И Сулуян Килин вел себя совершенно нормально. То есть так ли было, но не передали, с чужих слов говорю, нормально. И хотя я просил его благословить меня, он так и не отважился осенить меня своим животворящим двоеперстием. Дай-то Бог, чтобы в вечности все мы были вместе за трапезой Христа. Ну, дальше. Так, стихотворение. Свой городок, от бед монастырек, зашоренные окна и глазницы исследовано все вдоль и поперек, от черноты темнеют лица птицы. Придумано в пустынях и явно не вчера. Устав, колокола и типикон. Молитвы день и ночь с полночи до утра. Полсуток натощак грядущий сон. Соревнования канонов, правила в дыму, в кадильном, монотонном и тягущем. За часом шли века. Тоски и мук. Из обитателей бесчисленные тучи. Какие силы скрыли за стеной? Высокой, монастырской, отверделой. Ни революции, ни атомной войной не вызволить к евангельскому делу. А если бы апостол и Христос явились и униженно просили на проповедь пойти, на них повсюду спрос, по всей поматушке растерзанной России. Нет, не пойдут. Им царство тишины дороже Библии, божественных призывов. Воскрыли на юбке и штаны? Привыкли мы к подрясникам красивым. Пицание одобряет несемейных, свободных от забот и суеты. Все для Христа, все знавание и умение. На проповедь, на проповедь и я, и ты. Селища не в дебелой сутане. В молчании потуплены до пола. Призывные знамена плаката на стене. Христу, но не КПСС и комсомолу. Моря и скверы, пляжи, дворцы, охваченные евангельским призывом. Не рыбари, духовные ловцы. Цивильном платье через жилмассивы. Конечно, нам мечтать не запретишь. Монастыри встают из-под руин. Там за стеной порядок, блажь и тишь. По полю бранному проходит он один. Ты еще есть? Сейчас? Да. Все. Ну, на этом конец на сегодня. Благодарю. Продолжение следует. Продолжение следует... Спасибо.